Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам о том, как заполнять ключевые слова. Ключевые слова – это слова, по которым другие люди могут найти вашу работу на стоках. Вот почему это важно и является обязательным требованием. На разных стоках допустимо разное количество ключевых слов. Я рекомендую 40 или 50 слов, с которыми ваша работа пройдет практически на любой сток. Прописывание ключевых слов – это подготовительный этап перед загрузкой вашей фотографии на сток. Это можно сделать непосредственно после загрузки на сайте, но одно дело, если вы грузите вашу фотографию на один сток, а другое дело, если на 10. То есть на каждом стоке вам придется прописывать каждый раз ключевые слова, каждый раз название, описание, каждую из работ, которую вы загрузите. Поэтому я рекомендую прописывать ключевые слова до загрузки. Я делаю это в фотошопе, в свойствах документа. И после того, как вы загрузите ваше изображение или фотографию на сток, с прописанными ключевыми словами, поля после загрузки автоматически заполняются. То есть поля с названием, поля с описанием будет такое же, как вы прописали их в фотошопе, в свойствах документа. Свойства документа можно открыть через вкладочку «Файл», либо с помощью комбинации клавиш «Alt-Shift-Ctrl-I». Открываем наше окно. Здесь будут написаны ключевые слова. Здесь мы вписываем название, а также нужно будет добавить описание, которое требуется на некоторых стоках, которое должно отличаться от названия. Есть два способа, чтобы заполнить ключевые слова. Первый способ подойдет тем, кто пользуется Shutterstock и знает хорошо английский. На сайте Shutterstock есть подбор ключевых слов во вкладке «Портфолио» в самом низу. Перед нами появляется поле, куда мы должны ввести название нашей картинки на английском языке. Далее нажимаем «Поиск». Теперь из всего этого многообразия мы должны выбрать иллюстрации, похожие на нашу. Далее нажимаем на красную кнопочку и вот что нам предлагает Shutterstock. Тут нужно выбрать, какие слова подходят к нашей иллюстрации. Внимательно читаем. Все, что подходит, заставляем. И можно еще добавить несколько слов из предложенных. Можно также приписывать свои уникальные слова или словосочетания. Затем нажимаем на красную кнопочку «Попировать» и просто вставляем эти слова в свойства нашего документа в Photoshop. Есть и второй способ, и он подходит для тех, кто слабо знает английский или не знает его вообще. И заключается он в том, что можно использовать программы, они называются ключевалки, которых много в интернете. Принцип работы с такими программами тот же. Друзья, будьте внимательны. Если вы неправильно заполните ключевые слова, то проверяющий инспектор отклонит вашу работу. В первую очередь вы должны дать качественный, грамотный контент.